МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Никакой кабалы. Выпускникам Балашака хотят разрешить оставаться за рубежом работать. Один за другого не в ответе. Астана и Вашингтон договорились о минимизации влияния антироссийских санкций. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Даже деньгами не заманишь. В Алматинской области острая нехватка ветеринаров. На телеканале Атамикен Бизнес главные новости. В студии Асанхали Ахмед. Здравствуйте. В выставочном центре Корме продолжает свою работу конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана». В нем принимают участие более полутора сотен компаний со всех регионов страны. О том, что там сейчас происходит, с нами поделится наш корреспондент Руслан Меликша. Он на прямой связи со студией. Руслан, вам слово. Да, студия. Еще раз здравствуйте. Я напомню, что здесь, в выставочном центре Корме, продолжает свою работу выставка-конкурс «Лучший товар Казахстана-2018», в котором принимают участие более 150 компаний. Они представляют свою продукцию в трех номинациях, в том числе и в номинации «Лучшие продовольственные товары». Как раз-таки в этой номинации один из представителей стоит рядом со мной. Это Андрей Шадрин. Здравствуйте, Андрей. Вы представитель компании «Аселагра». Расскажите, пожалуйста, что вы представляете. Меня зовут Андрей. Я представляю компанию «Аселагра». Находится в Атерау. На конкурсе мы заявили нашу продукцию. Это шужук из конины, копченые. То есть компания наша на рынке давно, но в Астане мы пока не представлены. Я знаю, что вы приехали с Атерау и выиграли местный областной конкурс «Лучший товар Казахстана». Трудно ли было? Вы знаете, большая была конкуренция, но с нашей продукцией, именно шужук копченый, то есть такого не было. И как бы мы спокойно победили в этом конкурсе, скажем так. У вас своего рода ноу-хау, да? Да, совершенно верно. Такую продукцию в Атерау не выпускают. Только мы. Хорошо. Что вы думаете о республиканском конкурсе? Нам очень приятно, что мы попали сюда. Очень нравится. Все красиво оформлено. То есть очень нравится. Ну, я смотрю, продовольственная часть выставки, она самая популярная. Здесь очень много людей. Как у вас сегодня, скажем так, торговля? Торговля у нас очень хорошая. То есть вы можете видеть по прилавку, то есть пользоваться спросом. У нас демократичные цены. То есть специально для населения. То есть мы цены делаем максимально удобными и чтобы было доступно людям. А можно попробовать вашу продукцию? Да, конечно, пробуйте нашу продукцию. Здесь вот индейка с сыром у нас, говяжья колбаска. Спасибо большое. Очень вкусно. Спасибо большое, Андрей. Спасибо. Организаторы напоминают, что можно приходить и завтра и попробовать все эти вкусности. Они ждут вас. Приходите. Студия. Спасибо, Руслан. Мы продолжим выпуск. Выпускников программы «Булашак», работающих в высокотехнологичных компаниях, следует оставлять за рубежом. Так считает директор IT-компании БИИНТЕХ Багдад Мусин. По его словам, стипендиатов незачем заставлять вернуться на родину и отрабатывать пять лет в Казахстане. Мусин говорит, что образовательная программа направлена на формирование интеллектуального будущего поколения, которому они дают реализовывать свой потенциал на госслужбе. Ему ломают все, ставят в рамки, считает Мусин. Он отмечает, что булашаковцев надо отпускать, чтобы они проработали за рубежом и потом привезли в Казахстан идею и создавали компании. Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов в ходе визита в Вашингтон обсудил с представителями Департамента США возможное влияние антироссийских санкций на экономику Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Американская сторона заверила, что экономические санкции в отношении ряда стран не направлены на ключевого партнера США в регионе – Казахстан. Также были достигнуты конкретные договоренности о поддержании активного диалога в части минимизации возможного экономического эффекта ограничений на экономику Казахстана, учета национальных интересов республики, а также интересов американских инвесторов в Казахстане при рассмотрении в Сенате различных санкционных законопроектов, отмечается в пресс-релизе. В Астане открыли Национальный ресурсный центр по социальной работе. Его деятельность будет направлена на профессиональную подготовку компетентных социальных работников для того, чтобы современные требования рынка труда были созвучны с образовательными стандартами и новыми технологиями. Такое заявление касательно нового центра сделала министр труда и социальной защиты населения Мадина Абулкасымова. По ее словам, это один из шагов перехода на курс модернизации системы социального обслуживания. Для назначения пенсионных выплат казахстанцы смогут обращаться в Центр обслуживания населения. Об этом сообщили в Едином накопительном пенсионном фонде. На основании заявления получателю будет оказана в том числе услуга по выплате государственной гарантии, то есть будет выплачена разница между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных вкладов с учетом уровня инфляции и суммой накоплений. Первая пенсионная выплата из ИНПФ будет осуществляться в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления. Казахстан Технологи Форум Сейчас на прямой связи со студией моя коллега Наргиз Муратова из места дискуссии. Она готова рассказать, почему так происходит. Здравствуйте, Асан. Мы продолжаем свою работу на Казахстан Технологи Форум. Здесь была сказана такая интересная статистика, что на постсоветском пространстве разработчики в 4 раза дешевле, чем специалистов, например, из Индии. Дело в том, что из-за скачка доллара и просто-напросто из-за незнания языка. Такую интересную идею высказала нам нашему каналу Сергей Негодяев, руководитель Российского фонда инвестиционных проектов. Сейчас он с нами. Сергей, расскажите, пожалуйста, свое мнение и видение потенциала казахстанских специалистов в сфере инноваций. Ну, смотрите. Во-первых, всем добрый день. Что мы видим сейчас, что происходит в России и в странах СНГ? То есть наши разработчики действительно сейчас стоят значительно дешевле, чем те же самые индусы. То есть основное – это незнание языка и курс доллара. Мы видим опыт Украины, когда местные ребята, с учетом того, что рынок достаточно маленький и находится в разных, скажем так, состояниях, занимаются тем, что разрабатывают продукты и оказывают сервисы для иностранных заказчиков, таким образом получая валютную выручку. С учетом того, что их стоимость такая же, как у всех остальных, когда они продают клиентам, а себестоимость в четыре раза ниже – это очень интересный кейс для развития бизнеса. То есть мы можем получать, по сути, в три раза больше денег, чем наши конкуренты, и при этом достаточно счастливо и успешно себя чувствовать. Расскажите, пожалуйста, еще. Вы предлагали некоторые продукты разрабатывать конкретно для страны, а некоторые отправлять на экспорт. С чем это связано? Смотрите, на самом деле, если посмотреть глобально, то та же самая Россия составляет примерно 1,5-2% от глобальной экономики. То есть Казахстан немножко меньше. Я боюсь оценивать, но предположил бы, что это 0,3-0,5%. И когда мы говорим о том, что мы хотим построить большую компанию на данном рынке, то максимальный потенциал стоимости данной компании может составлять не больше 50-70% от ниши. То есть таким образом мы просто ограничены сверху возможностями вырастить крупную компанию. Таким образом, если мы хотим работать внутри страны, мы должны выбрать какой-то сегмент, в котором мы можем стать сравнительно большими. Но если мы хотим построить компанию многомиллиардную, у нас единственный выход – это работа на международных рынках. Спасибо большое. Также напомню, что руководитель по инновациям и цифровизации холдинга «Байтирек» на панельной сессии говорил о том, что местным разработчикам нужно обратить внимание на такие ниши, как сельское хозяйство и нефть стартаперам. Пока у меня на этом все. Спасибо большое, Асан. Передаю слово вам. Спасибо, Наргиз. А мы продолжаем выпуск. В Алматинской области острая нехватка ветеринаров. Фермеры не могут привлечь их даже за высокую зарплату. При этом в последние годы в регионе отмечается высокий рост количества крестьянских хозяйств. Фермерство стало популярной. Немаловажную роль в этом сыграла поддержка государства. Сегодня крестьяне могут получать субсидии из бюджета и экспортировать свою продукцию за рубеж. Но теперь агрофирмы столкнулись с новой проблемой – отсутствием специалистов, в частности ветеринаров, агрономов и зоотехников. По информации местных властей, в области не хватает порядка 150 специалистов аграрного сектора. А в масштабах страны дефицит составляет почти 4 тысячи. Некоторые аграрии, уже не надеясь, начали самостоятельно осваивать азы сельскохозяйственных профессий. В данный момент, вот у нас 2 недели или 3 недели, мы пытаемся взять себе на работу зоотехника и ветеринарного врача. Дали открытым текстом объявление. Требуется зоотехник, ветеринарный врач, зарплата 150 тысяч тенге. Пусть живет в городе. Его работа такая, что он приезжает, работу выполняет, возвращается. То есть периодически, да? И на это мы в течение двух недель не можем набрать людей. Зоотехников, зоотехнологию вообще убрали как специальность. И в завершении выпуска расскажем о погоде. В ближайшие выходные, 13-15 октября, в Казахстане теплая погода сменится дождем, мокрым снегом и сильным порывистым ветром. Об этом сообщает Казгидромет. Синоптики также прогнозируют, что в южных, юго-восточных и восточных областях республики в горных районах пройдут сильные осадки. Дождь, мокрый снег. А в северных областях возможен гололед. На этом у меня пока все. Оставайтесь на Atomic & Business.